Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать в мое новое ювелирное видео. Его я хочу посвятить именно жемчугу. Раньше меня не тянуло к этому волшебному камню, но чем больше я о нем узнаю, тем больше мне хочется прикупить какой-то вид жемчуга. И если говорить о нем, то это единственный камень, у которого женская душа. Да, во все времена жемчуг был символом чистоты, женственности. В нем есть какая-то такая вот неразгаданность, тишина, покой, вечная молодость. И он не такой кричащий своей вызывающей красотой, как бриллиант, не такой страстно волнующий, как рубин. Также нет в нем такой магической какой-то неразгаданности, как в лунном камне. И одновременно нет такого завораживающего рисунка, как в малахите. Но он такой нежный, такой хрупкий, такой изящный и благородный, что просто преклоняешься перед его благородством и красотой. Да, я прониклась жемчугом, но моя душа хочет исследовать еще этот камень. И меня еще волнует то, что человек поставил жемчуг на один уровень с драгоценными камнями. И даже он своей вот этой неземной красотой может посоперничать с бриллиантом. И вот этот вот перелив или сверкание жемчуга называют, я так прочитала, в ювелирном деле или в среде ювелиров, как ориент. Да, есть такое понятие, вот как блеск бриллианта, так вот ориент у жемчуга. Очень интересный камень, конечно, и все видео я посвящаю ему, он этого заслужил. Сразу напомню, что я Jewelry Addict, помешанная на ювелирке. Я люблю не только вот просто показывать вот свою коллекцию, я люблю еще так вот изучить подробненько все нюансы камня. И у меня немногочисленная коллекция жемчуга, она сверх минимальная. Вот даже на мне серьги и кулон из моей коллекции я поподробнее расскажу, покажу, почему я имею эти экземпляры в своей коллекции. И разобью это видео на три части. Первую часть я посвящу непосредственно своей коллекции разных жемчугов. Вторая часть будет посвящена всем разновидностям жемчуга. Я вот уверена, что после того, как вы просмотрите вторую часть, вы будете экспертом в мире жемчуга. Вот да какой-то жемчуг завладеет вами. Вот когда я раньше не увлекалась жемчугом, вот не тянула меня к этому камню, то после того, как я вот узнала некоторые разновидности, меня, конечно, так вот примагнитило к этому камню, даже вот рассматриваю покупку каких-то экземпляров. И третья часть, конечно же, поговорим о жемчуге как природном, как культивированном, так и имитации жемчуга. Их очень много. И как облагораживают жемчуг. И еще у жемчуга очень много таких вот коммерческих названий. Я раньше как-то этой темой не интересовалась, но благодаря вот этим вот коммерческим названиям жемчуга его, мне кажется, и покупают. Вот, например, у природного морского жемчуга есть такое коммерческое название, как жемчуг всех цветов, восточный жемчуг, оболон жемчуг, блистер, сит, жемчуг, розовый жемчуг или конх жемчуг. У природного пресноводного жемчуга такие названия. Жемчуг, опять же, всех цветов. Речной жемчуг, раковинный жемчуг, блистер и сит, жемчуг. У культивированного морского жемчуга названия, которые привлекают, это Акоя культивированный жемчуг, культивированный жемчуг южных морей, Таити культивированный жемчуг. У культивированного пресноводного жемчуга тоже есть коммерческие названия, такие как Биво культивированный жемчуг, китайский культивированный жемчуг, пресноводный культивированный жемчуг. И кеши, о нем я буду говорить подробно, это тоже коммерческое название жемчуга, это японское торговое название мелкого жемчуга, как природного, так и образованного при культивации. Вот столько названий есть, которые мне кажется привлекут любую девочку, девушку, женщину, которая как-то более подробно изучила этот камень. Я вообще увлеклась камнями, когда была в положении, и тогда я чересчур увлеклась этим камнем, но вот именно спустя 13 лет как-то может быть я немножечко доросла до этого камня, стала взрослее, стала более так вот понимать именно его ориент, то есть в сторону идет ориента, а не вызывающего блеска. Не знаю, я пока нахожусь на чаше весов, и не знаю, какая чаша перевесит, или чаша вот этого благородного, женственного, невинного такого вот камня, как жемчуг, или перевесит все-таки сторона других камней. Подскажите, какое у вас мнение насчет жемчуга тянет вас к нему или нет, вообще, что вы испытываете, когда смотрите на жемчуг, и какой жемчуг в вашей коллекции. Ну и давайте же приступим непосредственно, рассмотрим мою коллекцию, и подробно изучим этот невероятный камень. Сначала хочу показать свою коллекцию жемчуга, она совсем не многочисленная, но мне достаточно, потому что я не сильный поклонник этого замечательного произведения искусства. И, конечно же, я хочу начать с самого ценного для меня жемчуга. Это жемчуг от бренда Майорка или Маджорика, причем выпускают они жемчуг с 1890 года. Это очень богатая история, я сейчас подробно расскажу вам. Вот в такой коробочке был привезен этот жемчуг, и на Пальма де Майорке очень много жемчуга продавалось. Вот когда я попала туда, я и узнала, что есть такой жемчуг, и у меня такие представители. Это браслет и серьги, и как же мне нравится этот дизайн. Тогда еще, это было лет 18 назад, когда я была на Пальме де Майорке, то говорили, что жемчуг, он там не классический, а именно такой современный. То есть его будет замечательно носить и с джинсами, и с косухами. Ну вот такой вот был уклон. Сейчас этим, конечно, не удивишь, но все-таки жемчуг Майорка, это легендарный жемчуг. И я вам даже расскажу один удивительный факт. Здесь очень красивые жемчужины, мне нравится вот это сочетание цвета жемчужин с этим серебром. Также здесь были силиконовые штучки, но я их потеряла. Но они замечательно носятся, такие вот, можно сказать, серьги-продевки. И также сюда входит вот такой вот браслетик, очень красивый, современный. И вот мне захотелось такой комплект. Он там не дешевый был, если покупать в специализированном магазине. Если покупать на рынке, то можно найти и подешевле представителей. Но они гордятся, конечно же, своим жемчугом. Вот так вот смотрится этот браслет. Очень красиво. И пока этот браслет на моей ручке, я расскажу историю этого бренда. Вот не просто так, потому что это особый вклад в историю жемчуга. То есть во времена, например, триумфа жемчуга, он считался чуть ли не более ценным, чем бриллиант. Так как идеально форма жемчужина была большой редкостью. Хотя поверить в эти слова достаточно сложно. И это естественно, что многие были просто одержимы идеей, например, найти способ искусственного выращивания жемчужных бусин. И вот в 1890 году немцу, именно Эдуарду Хьюго Хошу, это удалось. В этом же году он представил искусственно выращенные бусины на парижской выставке Paris Universal, где его украшения получили огромнейший успех. Количество заказов было настолько велико, что Эдуард решил создать целый завод под сложным названием «Я подпишу» по выращиванию перламутра. Через несколько лет получить искусственную жемчужину удалось и японцам. Однако они были всего лишь вторыми в этой ювелирной гонке. Представляете, то есть не японцы первые изобрели вот этот вот жемчуг. Для выращивания драгоценных бусин был выбран прекрасный морской остров Майорка. В центральном городе Пальма де Майорка была основана именно первая фабрика, коллектив которой состоял из 50 работников. Мужчин и женщин. Еще в одном городе Монокор был основан другой завод, получивший название тоже в честь создателя, я так понимаю, Хошентко Казах Юга Перл. Название жемчужина Майорка показывает сегодня не только место рождения бусины, но и способ ее производства. В 1948 году стекло время действия патента на изобретении на острове родине жемчужины Майорка были открыты еще 7 компаний-конкурентов главного производителя. Вот так вот. И что же за такая интересная технология производства и какое качество именно у жемчуга Майорка? Он очень красивый. Давайте разберемся, что такое вот этот вот жемчуг Майорка. Это не что иное, как результат процесса полимеризации, то есть поэтапное образование высоко молекулярного вещества путем многократно последовательного присоединения молекул низкомолекулярного вещества. А если русским обычным языком, то все намного проще. Как делают вот этот вот искусственный жемчуг? Сразу изготавливают нужного диаметра ядро, которое состоит из стекла, хрусталя или раковины. И я сейчас покажу. У меня обнаружилась такая неприятность. То есть у меня очень много сын любит рассматривать мои украшения. И я заметила, он вот так вот стучал часто. Не знаю почему. И то ли по моей вине, может быть, от носки. Здесь образовался вот такой вот какой-то скол. И вот под этим сколом можно наблюдать, вот как внутри выглядит вот этот вот жемчуг майорка. И я его опять надену на ручку, потому что он баснословно, конечно, красивый. Нравится он мне. Далее вот это вот ядро крепят на специальной подставке. И затем погружают в специальную вот парламутровую смесь. После чего сердцевину вынимают, сушат при помощи газовой горелки и снова опускают в состав. Эта процедура может повторяться до 40 раз. В зависимости от того, какой диаметр жемчужины необходим. Здесь диаметр большой. Здесь поменьше. Но серьги выглядят очень так эстетично, на мой взгляд. И современно. Вот они выглядят до сих пор модно, современно. Даже вот прошло 18 лет. Причем Эдуард Хьюго Хош изобрел такой технологический процесс, который позволяет вырастить бусинку всего за 10-40 дней. В зависимости от того, какой диаметр жемчуга необходим. В результате получается драгоценная бусина идеального качества, правильной формы. Которая по прочности, как ни удивительно, намного лучше, чем натуральный образец. Эллиптические грушевидные формы также можно получить этим вот искусственным путем. Для придания необходимого оттенка вот эти вот перлы подкрашивают марганцем. Марганцем это для розового и фиолетового оттенков. Железо для красных тонов или медью для зеленых бусин. Цвет можно сделать в точности таким, какой хочет заказчик, но в основном изготавливают привычные вот нам белые, черные экземпляры. Однако стоимость этого жемчуга в несколько раз ниже, так как отыскать такого рода идеальные по форме жемчужины в природе довольно трудно. И также стоит отметить, чем же отличается вот этот вот искусственный жемчуг от натуральному. По своему химическому составу жемчуг Майорика ничем не отличается от своего природного брата. Все ювелирные качества также аналогичны природной драгоценности. Однако процесс рождения вот этих майорских жемчужин полностью контролируется человеком и происходит в искусственных условиях. Очень важно отметить, что производитель утверждает, что на жемчуг Майорки не бывает сколов, трещин или царапин. То есть тех дефектов, которые так часто встречаются в природе. И мастера утверждают, что если технология создания жемчужины не была нарушена, то поверхность бусин настолько идеальна, что она не вступает в реакцию ни с потом человека, ни с косметическими средствами, включая духи. Вот это очень тоже важный момент. Также этот жемчуг легко переносит перепады температуры и слишком влажны условия хранения. Ну вот спустя 18 лет жемчуг выглядит потрясающе. Кстати, масса органической бусины меньше, чем природной красавицы. И также хочу отметить физические свойства жемчужин Майорка. Это высокая прочность и износостойкость изделий. Гарантированный, кстати, срок эксплуатации более 10 лет. Я подтверждаю. Отсутствие реакции на влажность вплоть до 80%. Ну вот я ношу в основном в жару такие изделия, летом. Поэтому прекрасно переносят они влажность. Твердый жемчужин составляет от 2,5 до 4 по моосу. Цвет, как у натуральных жемчужин, присутствие также радужного блеска. И по оценкам некоторых ювелиров, максимальный срок эксплуатации Майорики превышает 500 лет. Несмотря на небольшой гарантированный ресурс. Ну вот 18 лет пока этим серьгам скоро станут винтажом. И коробка потрясающая. Мне нравится красный цвет. Также, что касается эзотерических свойств. То, конечно, у этого майоркского жемчуга есть один недостаток. Он не имеет такой мощной энергетики, как натуральный перло. Однако это не так-то плохо. Ведь, как говорят эзотерики, природный перламутр очень силен и коварен. И подходит очень малому кругу лиц. Сложу свои сокровища в коробочку. Останусь в этом вот своем браслете. Здесь вот на английском написано про бренд. Очень интересно. Ни разу не видела, чтобы такое было отношение. Все-таки вот история есть история. И перейдем к более такому небрендовому жемчугу. Но тоже нужно отметить. Потому что вот эти два экземпляра, две подвески были куплены в ювелирном магазине. Вот это был подарок мне. И я даже никому не передаривала. Потому что мне очень понравилась эта подвеска. И вот обратная сторона. Это серебро и культивированный жемчуг. Здесь очень красиво все обыграно. Так филигранно. И также у меня есть вот такой вот крестик. Он маленький. Да, вроде бы ничего особенного. Но сейчас модно. Такие миниатюрные изделия, миниатюрные крестики. И он особенный. Видите, он даже искривлен. И мне это нравится. Вот такая вот обратная сторона. Это украинский производитель. И тоже мне безумно нравится этот крестик. Я даже могу сказать производителя. Это Свитозар. Покупала в Минске, в ЦУМе. Такая вот есть ювелирная фабрика. Он был совсем недорогой. Здесь можно почитать вот характеристики. То есть покрытие роди, вставки, жемчуг культивированы. Даже это отметили они два раза. И здесь, и вот здесь. Очень люблю эту подвесочку. Ношу их иногда вместе. То есть крестик на одной цепочке. Вот этот кулон на другой цепочке. Ну, мне нравится. Тогда смотрится так аккуратненько. И могу вот к этим двум подвесочкам надеть вот эти серьги. Сережки у меня есть. Тоже сейчас покажу. Маленькие. И сначала покажу вот эти серьги. Они очень качественные. С Алиэкспресс. Не знаю, какой здесь жемчуг. Или культивированный. Или искусственный. Но они очень качественные. Здесь ювелирный сплав. Застежка, булавка. Очень мне нравятся эти серьги с Алиэкспресс. Вот даже не мечтаю о сережках с ювелирного магазина. Правда, хочу одни в стиле Сальвадора Дали. Белорусского завода Зорка. И еще у меня есть вот такой вот искусственный жемчуг. Это уже бренд ювелирной бижутерии Silver Moon. У нас в городе Минске очень много островков с этой бижутерией. И вот такой вот у меня есть чокер. Очень мне он нравится. И причем особенно мне нравится, что вот эта деталь выполнена именно из стали. Сталь я очень люблю в украшениях. Здесь вот написано, что Silver Moon. Даже у них есть то, что используются кристаллы Сваровские у них в украшениях. И они пишут не колье, а кулон. Вот. И, кстати, подвеска на цепочке это тоже считается колье. И вот такие вот сережечки идут в комплекте. Аккуратненькие, красивенькие. Правда, я люблю не штифтовую застежку, а винтовую. Но ничего страшного. Жемчуг же носишь не каждый день. Хотя вот такое вот изделие можно и каждый день носить. Здесь красивый чокер. Мне очень нравится то, что здесь небольшие жемчужинки. Поэтому ношу с удовольствием. Вот такая вот у меня маленькая коллекция жемчуга. Я знаю, что есть очень многочисленные ценители жемчуга. И, конечно же, это заслуживает восхищения. У многих есть коллекции. Но мне вот достаточно этих изделий. И я рада, что в свое время на Пальме де Майорка купила вот именно этот браслет. И серьги просто вот это такие потрясающие воспоминания. Это такое вот открытие. Видите, представляете, то, что на Майорке жемчуг культивированный стали делать даже раньше, чем в Японии. Также на фоне своей коллекции жемчуга хочу рассказать, какой бывает жемчуг, виды и происхождение. Потому что я до сих пор нахожусь в поисках жемчуга. Хочу еще, может быть, что-нибудь купить такое интересное, удивительное. О разновидностей очень много оказывается. Ну, вообще, я раньше не любила сильно жемчуг. Но чем больше стала изучать, тем больше я стала понимать, что все-таки жемчуг – это удивительное и очень красивое творение природы. Он рожден в глубинах морей и рек. Он занял свое место среди ценнейших, вот даже драгоценных камней. Далеко не все знают, какое вот это вот существует разнообразие. Ну и первое, давайте рассмотрим барочный жемчуг или жемчуг барокко. Я буду вставлять картинки очень интересные. Это общее название жемчуга, имеющее неправильную оригинальную форму, независимо от места его происхождения. Благодаря своей необычности, эксклюзивности, он высоко ценится среди многих ювелирных дизайнеров. И вместо классического идеального шарика, жемчужина барокко могут напомнить каплю, диск, цилиндр, грушу. И вот я хочу себе приобрести серьги из серебра с жемчугом в стиле Сальвадора Дали. Вот где такой бесформенный жемчуг меня привлекает. Такая форма и особенно выделяются, кстати, так называемые парагоны. Это жемчужины, которые имеют очертания животных, лиц, людей, птичьих крыльев, волчьих клыков и так далее. И всегда наделяли мистическими свойствами и носили в качестве талисманов и оберегов. Кроме необычной формы, жемчуг барокко часто отличается ребристым узором на поверхности, подобным тому, что оставляет морские волны на песке. И каждая жемчужина уникальна и неповторима, поэтому спрос и цена на них остаются на стабильно высоком уровне. Следующий вид это жемчуг блистер. Вот тот жемчуг, которым я хочу тоже обладать. В некоторых случаях формирование роста жемчужины происходит на одной из внутренних сторон раковины. Это приводит к тому, что в месте ее прирастания перламутровый слой не образуется. Подобный жемчуг меньше ценится и для использования в ювелирных целях подвергается дополнительной обработке. Жемчуг блистер имеет еще одно менее распространенное название – пузырчатый жемчуг, что связано с его необычным внешним видом. У меня есть книга Светлана Гураль «Камни» и хочу вам показать блистер, который мне безумно нравится. Вот он, потрясающая красота, подвеска из блистера. Очень красиво здесь сливается жемчуг с перламутром. И, конечно же, кто любит самоцвет, мне кажется, полюбит и вот такую подвеску. Очень мне она нравится, она как-то меня завораживает. Кстати, вот обнаружила крест. Тут, правда, написано из крупных жемчужин. Он похож на мой крестик от украинского производителя «Светозар». Следующий вид – жемчуг в суфле. Вкусное название жемчугу придумал именно Джек Линч, признанный эксперт в данной области. Подобное сравнение очень точно отражает суть технологии его получения. В переводе с французского «суфле» значит «надувать», «накачивать». В данном случае предметом надувания является жемчужный мешочек устрицы, после удаления из него сформированной жемчужины. Внутрь мешочка жемчужины в суфле помещают сухой землистый материал, который постепенно набухает влаги, растягивает его. Устрица продолжает откладывать перламутр вокруг нового ядра, и таким образом выращивают жемчужины внушительных размерах, в качестве цена которых зависит от толщины перламутрового слоя. Также стоит отметить жемчуг кеши. Если я правильно ставлю ударение, в переводе с японского значит «зернышко». Это жемчужины, которые могут образовываться в раковинах морских и пресноводных устриц при отторжении ими основного ядра. Несмотря на то, что устрица не приняла искусственный имплантат, в жемчужной мешочке остается место, где на мелких частицах, попавших в раковину, естественным образом извне происходит процесс нарастания слоев перламутра, поэтому такой жемчуг считается на 100% натуральным. Среди культивированного жемчуга кеши встречается редко, так как ценится он ниже, и производители при отторжении устрицы имплантата тут же подсаживают ей новую. Очень часто жемчуг кеши бывает сплющенной формы, похожей на лепесток цветка. Этим качеством любят пользоваться многие ювелирные дизайнеры. Также есть такой удивительный жемчуг, как косуми. Это настоящий косуми выращиваются в Японии на озере Косуми Гауара. Его производят устрицы, выведенные путем селекции в 90-х годах прошлого века. Отличительными особенностями этих жемчужин являются каплевидные формы, яркий радужный блеск, крупный размер до 2 см, разнообразие цветов. Популярность у жемчуга косуми обусловлена растущая на рынке число аналогов и подделок. Сейчас цены на жемчуг косуми крайне высоки, и пытаясь привлечь покупателей, многие торговцы предлагают низкие цены, выдавая жемчуг кеши за косуми. Поэтому лучше покупать жемчуг не на рынках, а в специализированных магазинах. Также есть такой жемчуг конг, его еще называют почему-то розовый жемчуг, он известен под таким названием. Что же это за такой жемчуг? Гигантские одностворчатые моллюски конг обитают в Карибском море, и при вскрытии раковины она погибает, поэтому жемчуг конг не культивирует. Карибские жемчужины трудно перепутать с другими внешне, они больше похожи на маленькие камни. Моллюски конг не способны выделять перламутр, представляете? Поэтому их жемчужины не имеют радужного блеска, но от этого они становятся менее красивыми. Удивителен мир жемчуга все-таки. Текстура этого необыкновенного жемчуга напоминает влажный шок, наполненный застывшими огненными всполохами. Форма обычно правильная, овальная или сферическая, а вот цветовая гамма своеобразная. Встречаются жемчужины оливковых, фиолетовых, янтарных оттенков, но наиболее ценными и редкими считаются розовые, пурпурные и лиловые экземпляры. Также есть такой интересный жемчуг Акоя или просто Акоя. Знаменитый японский жемчуг, видите, опять японский, рождается в особых двустворчатых моллюсках Пинктаде или по-японски Акоя-кая, откуда и пошло его название. Среди прочих видов этот жемчуг особенно выделяет его правильной формой шара. Именно такие жемчужины больше всего ценятся в ювелирном деле чаще используются в украшениях и светлые и чистые цвета от перламутрового белого до бледно-розового и серебристо-зеленоватого. В основном размер жемчужина Коя достигает 6-8 мм, больше крайне редко. Высококачественная жемчужина относится к классу 3А или 2А и носит романтичное название цветочных. Также есть жемчуг Абалон. У меня есть вот такой вот кулон с Абалоном, а именно это не мой кулон, а я его купила в подарок. Уже очень мне нравится этот вид перламутра. Обожаю, люблю. Это, кстати, Гонконг, как здесь написано на этикетке, то есть сделано в Гонконге. И здесь обозначено, что это именно перламутр. Также вот такие вот красивые виды перламутра я встречала в ЦУМе, в Серьгах. И есть еще такой магазин Маркозит в России. Там очень много можно встретить изделий вот именно с этим Абалоном. Ну и что же такое Абалон? Это одна из очень редких разновидностей жемчуга. Рождаются в одноименном одностворчатом моллюске, который также называется Голиотис или Морское ушко. Вследствие анатомических особенностей моллюска, жемчуг Абалон крайне сложно культивировать. Добыча Абалона в основном ведется в США, на побережье Калифорнии, в Мексике. Однако часто этот вид жемчуга встречается в других странах, например, в Японии, Австралии, Корее, Новой Зеландии, Южной Африке и Таиланде. Моллюск Абалон по-настоящему древний. Возраст вида составляет порядка 30 миллионов лет. Но главной его особенностью является невероятная палитра оттенков, в которой переливается внутренняя поверхность раковины. Такой игрой цветов может похвастаться и родившаяся в ней жемчужина. Голубой, зеленый, сиреневый, бежевый, оранжевый, розовый, жемчуг Абалон очень высоко ценится на ювелирном рынке. Чем ярче цвет, тем дороже. Вот такая вот обратная сторона у этого кулона. Тоже красивая, но особенно мне нравятся вот эти вот линии, очертания. Они меня завораживают. Стоит отметить еще одну особенность этой разновидности. Это абсолютное большинство найденных жемчужин по своей форме напоминают рог или зуб акулой. А идеально круглыми они вообще не бывают. По этой же причине, чем ближе драгоценный камень к правильной форме, тем он ценнее. Хороший жемчуг Абалон диаметром 3-4 мм может стоить от 300 долларов и выше. Ну, я так понимаю, что это какой-то вот культивированный жемчуг Абалон. Но он прекрасен. Написано, что перламутр. Очень мне нравится. Также есть такой жемчуг как Мело-Мело или Мело-Мело. Этот вид жемчуга очень похож на Конг. Оба они не имеют перламутрового слоя, потому многие вообще не относят их к жемчугу. Однако один из крупнейших геммологических институтов GIA, выдавая сертификат на драгоценный камень, официально относит Мело или Мело-Мело, как еще его называют, к жемчугу. Либо добавляют уточнение, что он не перламутровый. Источником жемчуга Мело является огромная морская улитка Мело-Мело. Ее можно найти у берегов Таиланда, Вьетнама, а также Мьянмы и Камбоджи. Палитра стоит из оттенков оранжевого, желтого, красного и коричневого, среди которых первый ценится выше остальных. Жемчуг Мело, хотя и очень редкий, бывает достаточно больших размеров. Самой крупной в мире считается жемчужиной весом почти 400 карат, порядка 80 грамм. Она принадлежала поседнему императору Вьетнама Бао Даю и носит название Sunrise Pearl за сходство с ярким солнцем на восходе. Самый дорогой жемчуг Мело-Мело был продан за 488 тысяч долларов с аукциона Крисис в 1999 году. Размеры ярко-оранжевого драгоценного камня составили 23 на 19 миллиметров. Мело не поддается культивации, очень чувствителен к солнечному свету. Но при длительном воздействии окраска жемчуга бледнеет, поэтому украшение с ним рекомендуют носить только вечером. И последняя разновидность жемчуга, которую стоит упомянуть, это жемчуг Ко-Хок. Еще одна такая вот разновидность неперламутрового жемчуга, необыкновенный Ко-Хок. Жемчужины рождаются в раковинах моллюска Венус, Маркенария и в отличие от Конка и Мело, которые все же демонстрируют небольшое искристое сияние на своей поверхности, Ко-Хок является практически матовым. Цветовая палитра жемчуга Ко-Хок не очень обширна, в основном это камни белого, серого, коричневого, черного цвета. Наиболее же ценными и естественно редкими являются нежные лиловые, сиреневые, жемчужины круглые или каплевидные формы. Однако вероятность найти такую меньше чем 1 на миллионы, хотя их все-таки добывают вдоль Атлантического побережья США, зачастую это делается ради употребления моллюсков в пищу. Самая большая жемчужина Ко-Хок была приобретена Алланом Галашом или Галашем. Совершенно случайно в антикварном магазине он обнаружил интересную брошь и купил ее за 14 долларов. Истинная ценность находки выяснилась позже, во время ее внимательного изучения. В центре украшения находилась идеальная круглая сиреневая жемчужина с легким сиянием, а вес ее составил целых 13,5 карата. Точно стоимость жемчужины, как и самой броши, которая относится к середине 19 века, эксперты не могут считать, что такое изделие бесценно. Помимо перечисленных разновидностей жемчуга, большую ценность и популярность имеет золотой жемчуг Южных морей. Его невероятное сияние и геометрическая правильная форма шара желают каждую такую жемчужину настоящим украшением любого ювелирного изделия. Также есть разные рубрики, то есть 5 наиболее дорогих колье с великолепным натуральным жемчугом. И также есть с жемчужиной весом 27 килограммов. И удачливый канадец получил ее в наследство от своего дедушки. И не стоит забывать, что хотя любое украшение с жемчугом, оно прекрасно, своей безупречной вот этой бессмертной красотой, за ним требуется очень бережный уход. И теперь перейдем к имитациям жемчуга. Давайте просто подробно разберемся в этом понятии. Кроме искусственно выращенного жемчуга, есть еще жемчуг подделкой или имитацией. Не следует путать понятие культивированный жемчуг. Вот в данном случае у меня вот он. Имитация с жемчугой. Имитация не имеет к жемчугу никакого отношения. Вот мои имитации на заколочках. Они, кстати, неплохо выглядят. Имитация это стекло или пластмасса, окрашенная таким образом, что по внешнему виду напоминают жемчуг. И первый получил ее француз Жакен в 1656 году. Он выделил из чешуи пресноводных рыб-уклеек хлопья серебристого органического вещества. И покрыл это густой суспензией алебастровые восковые шарики. В настоящее время известны два сорта искусственных жемчужин. Это полые и сплошные. Основу первых вставляют небольшие полые шарики из легкоплавкового ополисцирующего стекла, на внутреннюю поверхность которых наносят клей. А затем заполняют горячим воском. Для производства высококачественных имитаций второго сорта шарики из стекла перламутра целлюлоида покрываются ирезирующей эссенцией в несколько слоев. И очень важный вопрос, как различать вот такой вот жемчуг культивированный, природный и его имитацией. Исследование жемчужин на предмет определения ее происхождения, культивированная она или природная, достаточно дорогие. И наиболее эффективная рентгеновская томография используется специально дефектоскоп-томограф. Медицинский томограф для этих целей не годится. Метод томографии дает ответ на два вопроса. Во-первых, жемчуг культивированный, природный или имитация. Во-вторых, ядерный или безядерный. Исследование проводится в срезе 20 микрометров. И в культивированной жемчужине видны либо ядро, либо затравка. В природном жемчуге также может наблюдаться ядро или затравка, но их контуры размытые обычно имеют бесформенный, в отличие от культивированного профиль. Умитация наблюдается на поверхности тонкий, очень четкий слой. И отличить имитацию от натурального жемчуга также можно, попробовав на зуб. Но я так и не люблю методы определения. Но зуб скользит по имитации и цепляется за шероховатую поверхность натурального жемчуга. На поверхности имитации отсутствуют линии соев роста и зернистые структуры, присущие природному жемчугу. Для выяснения вопроса, морской жемчуг или речной, необходимо исследовать наличие в жемчужине марганца. И делается такая экспертиза в условиях лаборатории. Вот такая вот интересная информация. И еще следует отметить, что жемчуг облагораживают. Что же такое жемчуг облагороженный? Для улучшения цвета как природного, так и культивированного жемчуга используется отбеливание. Для этого жемчуг выдерживает перекись водорода при температуре 40 градусов до 2 недель. Часто при солнечном свете или ультрафиолетовом излучении. При неаккуратном применении перекиси на поверхности жемчуга может появиться известковый налет. Используются и более агрессивные растворы, например хлора, но после их обработки жемчуг становится рыхлым и ломким. При попадании в парфюмерию масел кожных выделений некоторых людей жемчуг тускнеет и желтеет. Но это не относится к жемчугу Пальма де Майорка. Процесс пилинга или аккуратного стирания поверхности применяется со времен плиния, кстати. Маленькие трещины могут быть заречены при опускании жемчуга в теплое оливковое масло. Однако при перегревании до температуры 150 градусов может появиться темно-коричневая окраска. Нередко жемчуг окрашивают в различные цвета. Для получения розового оттенка применяют разбавленное масло для спиртовой раствор красной краски. Используются также анилиновые красители и холодный раствор перманганата калия. Для получения устойчивого черного цвета наиболее часто используют серебряное окрашивание. Вот я, если пополнять коллекцию жемчуга, то вот следующий жемчуг я хочу приобрести именно черный. И причем, чтобы там было еще и черное розирование. Очень мне нравятся такие изделия. И при этом берут нитрат серебра, растворенный в разбавленном растворе аммония, с последующим выставлением жемчужин на свет. Для улучшения блеска жемчуга или изменения его цвета используют также бесцветный и цветной пластик. Ну здесь вот такие вот жемчужины. А если посмотреть картиночки, то вот такой вот черный жемчуг здесь показан в книге. Очень мне нравится. Сочетание серебра и вот этого черного жемчуга. Магический камень получается. Под конец хотела отметить самые важные такие для меня лично сведения. То, что среди любителей талисманов жемчуг почитается как самый женственный самоцвет. Символ луны, который может сделать свою хозяйку более мягкой, эмоциональной, интуитивной, душевной и даже сентиментальной. Ну это наверное скорее относится к белому, розовому жемчугу. Они конечно очень женственные и астрологи рекомендуют носить жемчуг типичным представителям созвездия рака и рыб. А оправлять серебро, металл луны. Получается это не мой камень, если так можно его назвать. Ну вот я бы хотела конечно себе колечко с жемчугом, но к нему надо очень так бережно относиться. Также я недавно узнала, что есть даже знаменитая жемчужная вода. То есть это настойная на жемчужинах с добавлением некоторых ингредиентов. Состав которой придумал придворный врач германского императора Рудольфа II. До сих пор считается лечебным средством при меланхолии, упадке сил и сердечных заболеваниях. И обладает такая вода также общеукрепляющим и биостимулирующим действием. Наряду с приемом жемчужной воды телесообразно говорят, ношение на правом безымянном пальце жемчуга в серебряной оправе. Поэтому нужно, чтобы мужчины дарили вот сюда колечко. И я думаю в серебряной оправе оно не будет стоить, колечко такое с жемчугом баснословных денег. Поэтому камни привлекательные, с богатой историей. И всегда, если читать материалы по жемчугу, то очень много разных произведений искусства. Очень многие художники вдохновляются этим камнем. Даже тот же Врубель так вдохновился Абалоном, что написал картину. Меня тоже этот камень очаровывает. И я вот узнала, что есть такие очень интересные, чудаковатые разновидности жемчуга. И мне захотелось в свою коллекцию что-то приобрести. Пока думаю, пишите, какая разновидность жемчуга присутствует в вашем арсенале. Мне будет очень интересно почитать. И вообще, если среди вас именно любительница природного жемчуга, то какой он у вас морской, речной. Ну как вы относитесь к этому невероятному чуду природы? Или чуду цивилизации? Пока-пока, увидимся в следующих видео. Уже скучаю и жду вас в комментариях.